А вы молодец. Не задумываясь, бросились в реку. Да пустяки, Хамала. Нет, вправду, я бы так не смогла. На моем месте любой другой поступил бы так же. Здорово, вы герой. И таким образом принцесса до конца своих дней ждала своего принца. Вот так вот. Ну как, вам понравилась эта легенда? А? А? А разве бывает любовь до гроба? Ну это, наверное, только в сказках бывает и в легендах. А в жизни все по-другому. А? Вы не верите в настоящую любовь? Даже не знаю. Я еще такого не испытывал. Дорогие телезрители, а сейчас предлагаем вашему вниманию клип с участием Саидова Амира и Хаджаевой Диоры из фильма «Господин 420». Желаем приятного просмотра. А вот этого я тебе никогда не прощу. Как они оказались в одном клипе? Они что, вместе учатся? Да нет, они учатся в разных школах. Вы же прекрасно знаете, но, видимо, ходят в одну студию. Завтра же открепи ее оттуда. Кто знал, что так получится? А надо было знать. Подумаешь, сыграли в одном клипе. Ничего страшного. Это что такое? Почему он с дочкой Хаджаевых? Откуда я знаю? Объявили кастинг, на съемке клипа. Я его отвела туда. Откуда я знала, что они будут вместе сниматься? Надо было знать. Вот пусть придет, я его накажу. И вообще, где твой старший сын? Почему его до сих пор нет? Ой, не знаю. По-моему, он с кем-то встречается. С чего это ты взяла? Я женщина. Я чувствую. Он каждый день ветвится часами возле зеркала. Обливается одеколоном. И вообще, это неспроста. Где твоя старшая дочь? Моя и ваша старшая дочь поехала навестить бабушку. Сколько можно навещать бабушку? Ушла почти утром. До сих пор ее нет. Она что, с кем-то встречается? Почему сразу встречаться? Сердцем чувствую, сердцем чувствую. Что-то здесь не так. О, сладкое. Надо проследить за ним. Как это сделать? Город большой. Я же не знаю, куда он ездит. А я найму частного детектива. О, что у нас теперь такое есть? Сейчас все есть. И вы пользовались его услугами? Это еще зачем? Ну, проследить за мной по вашей просьбе. Не говори глупостей. Больно мне это надо. А все же. Прекрати. Так, все. Я завтра же иду к детективу. Завтра же. Завтра же пойду и найму частного детектива. Пусть проследит. Кого-кого? Частного детектива. А вы знаете, что частный детектив очень дорого стоит? А не дороже будет, если она нас опозорит? Ой, уж прям-таки опозорит. С такой равнодушной мамочкой и опозорит. С какой? С равнодушной. Знаете что? Идите куда хотите. И пойду. Дурак. Джинна. Вот ваш доказ. Может, вам еще что-нибудь принести? Нет, спасибо. Хорошо. Нет, пока не надо. Камала, вы никогда не думали открыть здесь собственный бизнес? Да, думала. Ну, и какой же? Например, я бы взяла ссуду, чтобы построить переносные и легкие кемпинги в наших живописных местах. У водохранилищ, в горах, у речек. Ведь места у нас очень красивые. Но вы же знаете об этом. И зачем куда-то ехать, отдыхать, не понимаю. Вот об этом я думала. Идея хорошая. И что же вам мешает осуществить ее? А, понимаете, ну, для этого проекта надо составить программу, получить ссуду, банки. Нужны люди. Нет, это очень сложно. Очень. Ну, в таком случае, вам нужно найти какого-нибудь специалиста, который все это организует. И кого же вы имеете в виду? Себя. Я, кстати, с такими делами справляюсь легко и очень быстро. Так что... Мне нужно подумать. Только вы думайте быстрее. Такие специалисты, как я, знаете, на дороге не валяются. Вот так-то. Я вам верю. Но все равно мне нужно подумать. О, какие трудные дела я раскрывал. Все завидовали. Ни одно дело без Кучкарова не обходилось. Так, понятно. Вы не беспокойтесь. Каждый ее шаг будем фиксировать. Следите за ней. И через неделю все отчеты будут у вас на столе. 50% сейчас, а 50% после работы. Наша фирма гарантирует. Прошу. Договорились. Очень приятно. Можешь. 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 Ясно. Вы не беспокоитесь. Все будет в порядке. Кстати, вот только что к вам один мужчина зашел. Да. А извините, по какому поводу? Вы извините, но это наша конфиденциальная тайна. Это наше кредо. Да, насчет гонорара. Ну что ж, хороший проект, грамотный, мне нравится. А вы женаты? Нет. Мы партнеры по бизнесу. Ах, вот как. Жаль. У нас есть программа под названием «Молодая семья», по которой наш банк выдает льготные кредиты молодоженам. Ну, раз вы... В таком случае мы пойдем. Ну что ж, всего доброго. Но если в ближайшее время у вас что-то изменится, буду рад видеть снова. Спасибо. До свидания. До свидания. Красивая пара. А эта идея мне понравилась. Азиз! Простите, я пошутил. Камола? Может, поедем в Бухару на фестиваль Асар-Ласадоса? Это очень интересный фестиваль, я уверен, он вам понравится. Ну, что скажете? Нет, меня не отпустят. Почему? А если хорошо подумать? Ну что? А, кстати, у меня тетя живет в Бухаре. Это же здорово. Заодно ее навестим. Значит, едем в Бухару. Поедем, ладно. Все, договорились. Мама, папа, я хочу вам кое-что сообщить. Мама? Да. Я хочу в Бухару на фестиваль Асар-Ласадоса. Это исключено. Почему? Я об этом слышала даже во Франции. Нет, я против, не поедешь. Почему? Что значит, почему? Я столько лет жила одна в этой Франции. Что, теперь в Бухару не могу поехать? Не можешь. Что вы молчите? Куда ты собираешься? В Бухару. В Бухару? Угу. Ладно, пусть едет. Заодно познакомься с нашими обычаями. Ай, папочка! Ай, хватит, хватит! Ай, мамочка! Но ведь... Алло. Ассалом алейкум. Это я. Мой завтра выезжает в Бухару. На фестиваль Асар-Ласадоса. Ага. Все. Рахмат, спасибо. Спасибо. Я. Одной пулей двух, зайцем, как говорится. Расскажи, но скажи, а с тобой уже на её не печаль, лишь о том, расскажи, уж не мимо ли, любимая, ты пронёсся ветерок, чтоб злочайшим ароматом ты обеял мой порог. Осторожен, будь дыханием, не коснись моих пудряй, задай моё дыхание, словно песни соловей. О, сердце расплавило пламя лакал, хотел играть счастье, жизнь проиграл, тебя я не спою, я жалок и мал. О, сердце смелилось, он спорить не стал. Обо мне, ты ему ветерок, расскажи о любви. Расскажи, ну скажи, а с тобой уже на эту не печаль, лишь о том, расскажи, уж не рядом ли, любимая, ты пронёсся ветерок, чтоб злочайшим ароматом ты обеял мой порог. Осторожен, будь дыханием, не коснись моих пудряй, задай её дыхание, словно песни соловей. О, сердце расплавило пламя лакал, хотел играть счастье, жизнь проиграл, тебя я не стою, я жалок и мал. О, сердце смелилось, он спорить не стал. Позор! Позор! Что это такое? Что это такое? Всё, запереть, посадить на хлеб и воду, отобрать телефон, не впускать, не выпускать, это тебя тоже касается. Кому я доверил его воспитать? Курица? Сенатик, съесть то, съесть это, как ты сегодня спал. Ты, ты этого в чем виновата, тоже мне. Нет. 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 Посмотрите. Нет, этому не бывать. Она что, сдурела? Хочешь, чтоб меня у них на свадьбе схватил инфаркт? Она что, влюбилась, что ли? Ну, влюбилась, любилась. Ну, успокойтесь, ну, это же ваша дочь, ну, глупенькая ещё. Я ей покажу, я ей покажу, влюбилась. Нет, нет, этому не бывать. Есть, 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 есть. Такого шедевра больше никто в жизни не повторит. Тем более, тот, о ком я тебе говорю. Нет, что за негодяй, а? Восточный сын в испанском стиле. Я ему ещё устрою. Я ему покажу, где раки зимуют. Что? Посмотри, переписал мою статью и подписался своей фамилией. А я сегодня развесила свои фотографии напротив её умогательно. Представляю, дили на глаза! А вы знаете, что она сделала? Да вот, то же самое творится. Смотри, если он хочет выйти на тот уровень, на котором я стою, зачем списывать мою статью? Не понимаю! Это же мой стиль! Алло, да. Алло. Здравствуй. Од rural. Кто это? Это я, Донорао. Нам нужно с тобой встретиться. У нас с тобой крупные проблемы. Да, я в курсе. И встретиться мы должны сегодня. А где мы встретимся? Через полчаса в нашем старом кафе. Хорошо, буду. Продолжение следует... Да, Содот, ты, как всегда, в своём амплуа. Опаздываешь. Я заказала для тебя твоё любимое капучино. Надо же, ты ещё помнишь? Да, как видишь. Пей на здоровье. С этим надо что-то делать. Я уже это видела, и, судя по фотографиям, дело зашло очень далеко. Да? И кто в этом виноват? Ты, конечно. Конечно, нужно было лучше смотреть за своей дочерью. Да? Это ты должна была следить за своим сыном. А он мальчик, и мало ли на кого он посмотрит. А вот твоя доченька должна была думать. Конечно, яблоко от яблони далеко не падает. Это ты мне говоришь? А кому же ещё? Это ты, моя подруга, которая отбила у меня моего жениха? А он меня сам выбрал. Я же не виновата, что я всегда была красивее и лучше, чем ты. Да, конечно. Ты всегда была красивее всех. Посмотри на себя, на кого ты похожа. На свою прическу посмотри, на свою одежду посмотри. И что это такое на тебя? Это ужас. А хотя у тебя никогда не было в кучах. Ой, не надо. Это вопрос спорный. Надо посмотри на свою сумочку и туфельки. Они совершенно не подходят к твоему костюму. А ты знаешь, что это такое? Доль Чикобана. Ну, Чикобана, да и подделка с ипподрома. А вот у меня, кстати, настоящий Версачи шарм. Да, конечно. Хотя, ты знаешь, ты как была без вкусицы, такой же и осталась. Была в институте такой красивой, спортсменкой. А теперь тебя и пончиком не назовёшь. Деточка моя, ты меня достала. Ты на себя посмотри, спагетти сушёные, неаполитанская вермишель, ты крашеная. Животка, кровь! Кильков, товар, чипса сушёного. Что? Что ты сказала? Родина, верка. Да ты знаешь, кто ты? Ты комбала волосатая. Ты бочка для солений. Да я сейчас тебя... Ну что, товарищи женщины, почему устроили скандал? Можно узнать причину? Так тебе и надо, сама она просилась. Она обозвала меня бочкой и комбалой. И правильно сделала. Чего правильно? Чего правильно? Чего правильно? Чего правильно? Как ты там меня назвала? Чего-чего? А-а-а-а! Да ты знаешь, кто ты такая? Ты корова, славица, беги в очередь! Ай! Тихо! Тихо! Тсс! Тсс! Пожалуйста, сядьте! Да, что вы говорите! Ох! Салажной Qué significativ, да. Что это такое? Что вам? Вы же обещали, что не подеретесь. Конечно, конечно. Это она все начала. Она, знаете, толстушка меня назвала. Фахарденаки, я тут совсем ни при чем. Теперь я начала между собой. Прекратите.